Неформальным президентом Америки Илон Маск вполне может стать. Этим кротом мог быть сам Владимир Путин, на самом деле. Ничто не вечно, так сказать, имея в виду себя. Что это означает в переводе с путинского на любой другой язык? Как с таким спокойным лицом можно нести такой бред, что является, безусловно, бессознательной целью Путина остаться одному? Очень примечательно, что эти итоги по-разному трактовались российской и китайской сторонами. Хочется поражения России, но не может его с точки зрения Запада. Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. И сегодня со мной политолог Станислав Белковский. Станислав Александрович, здравствуйте, рад вас видеть и слышать. Как привет, взаимно. Пожалуй, начнем эфир с обсуждения выступления российского диктатора Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Некоторые эксперты задаются вопросом, как с таким спокойным лицом можно нести такой бред, но, видимо, можно и Путину не привыкать. Значит, Путин сказал следующее, что Штаты после холодной войны объявили себя посланниками Бога на земле. Решение о проведении так называемой спецоперации было необходимым и вынужденным решением, и все задачи ее обязательно будут выполнены. Спецоперация, по его словам, стала для Запада спасательным кругом, чтобы свалить на Россию все проблемы. В свою очередь, по словам Путина, Европейский Союз окончательно утратил политический суверенитет и предрек ЕС отмену элит в будущем. И, конечно же, немного об истории. Советский Союз – это территория исторической России. Сказал Путин. Станислав Александрович, какие страхи, обиды вы заметили в этом выступлении Путина? Ничего принципиально нового для себя и для окружающих Владимир Владимирович Путин не сказал. Он по-прежнему излагал свои стандартные доктрины оправдания его политики в нынешних условиях, которые подразумевают полную самоизоляцию России, концепцию ее тотального одиночества, которую испытывает он сам на протяжении 20 с лишним лет при войне на президентском посту. Он вырван из комфорта для него среды, поскольку он хотел быть богатым и свободным буржуа, а стал рабом на галерах. И это ощущение психологическое не покидает его все эти годы, поэтому он решил перенести свои проблемы и на Россию в целом, поскольку он сейчас не отождествляет с определенного момента, и сделать ее такой же одинокой, изолированной, в том числе от буржуазных благ свободного мира, как изолирован он. И он постоянно это подчеркивал, говоря об Украине, сказав, что вся национальная идея Украины состоит в том, чтобы отмыть деньги в западных банках, приблизительно так. Что это означает в переводе с путинского на любой другой язык? Что вот мне не удается отмыть деньги в западных банках, я не могу легализовать свои сокровища, и это колоссальная проблема. А тот, кто может, тот, конечно, является объектом моей, а, зависти, б, ненависти. И поэтому, конечно, пусть элиты российские разделят мои участи, тоже не смогут легализовать свои сокровища на Западе. С этой проблемой, естественно, российские элиты сталкиваются, но наивно полагать, что Путин переживает из-за санкций против российских элитариев. Напротив, он радуется тому, что они наконец-то разделили его участь, его судьбу, поняли, каково это быть рабом на галерах, прикованным к своей стране. И, в принципе, Владимир Путин, начиная с Мюнхенской речи 2007 года, неоднократно повторял. Тобто в чем вот эта доктрина русофобии, которую он культивирует, якобы движущей Западом в отношениях с Россией? На мой взгляд, никакой системной русофобии на Западе, конечно, нет. Но русофобия, как ощущение его, можно встретить в любой стране и в любом народе, как и антисемитизм, но они отнюдь не мотивируют Запад в его политике. Но с точки зрения русофобии, с точки зрения Владимира Путина, русофобия, о которой он постоянно говорит, это отказ Запада воспринимать российскую власть просто как обычную стандартную клиптократию, которой позволено делать что-то в условиях евроатлантического мира. Поскольку это Россия, это страна с известными историческими амбициями и ядерным оружием, то требования к ней несколько жестче, чем просто к стране третьего мира. Это на что Владимир Путин изначально в своей власти не рассчитывал. Но с этим он столкнулся, и годы он накапливал обиды против Запада, которые совпали с той самой энергией концентрированной обиды, мести, рессентимента, которые существовали в значительной части российского народа, сформировались в значительной части российского народа в 90-е годы XX века, сначала после поражения в Холодной войне и краха Советского Союза, а затем в результате падения социального капитала десятков миллионов людей в хаотические 90-е годы. Вот все эти настроения Путин несет в своей политике, в том числе на международную арену, и ясно, что линия на разрушение, обрушение американо-центричного мира, она саморазрушительна и для него самого, и для Российской Федерации, поскольку нынешняя Россия родилась уже в американо-центричном мире. Биполярный мир, где США и СССР конкурировали на равных или почти на равных, рухнул в конце 1989 года вместе с Берлинской стеной. А РФ в ее нынешнем виде, ее концепции, родилась в июне 1990 года, то есть по полугодам позже. Поэтому уход из американо-центричного мира это и крушение России в ее нынешнем виде. Относительно обид вы сказали, а вот что касается определенных страхов Путина, неужели никого ничего не боится, и вот определенные страхи в этом выступлении его так и не прозвучали? Нет, он боится, безусловно, вечности, которая дышит ему в спину. Он начал свое выступление с того, что ничто не вечно, имея в виду себя, если анализировать это с точки зрения психоанализа. Ничто не вечно, даже я не вечно. Говоря о санкционном Блицкриге против России, он сказал, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Опять же, имея в виду себя, хотя и под предлогом санкционного Блицкрика. То есть он постоянно думает о своей смерти. И в этом смысле он борется со страхом смерти той деструктивной активностью, которую он развил в России и вокруг нее. Все его страхи как раз налицо. Ну, конечно же, яркий момент этого собрания, это же заявление президента Казахстана Касым Жамар Татакаева. Он заявил о том, что Казахстан не собирается признавать квази-государственные ДНР и ЛНР, и также Тайвань, Косово, Южную Осетию, Абхазию. И президент Казахстана об этом заявил в присутствии Путина. И Путин на это никак не отреагировал, не стал комментировать. Казахстан подчеркивает устами своего лидера Касым Жамар Татакаева, что он не будет, а фактически будет следовать санкционному режиму в отношении России, опасаясь вторичных санкций, что, конечно, он не будет признавать самопровозглашенные квази-государства. Этот термин господином Татакаевым так и был использован. И после чего господин Татакаев, по некоторым данным, отказался от ордена Александра Невского, который собирался вручить ему Кремль. Правда, пресс-секретарь Путина Песков тут же заявил, что вручение и не планировалось, то есть не очень-то и хотелось, но, по моим данным, планировалось. Правда, Касым Жамар Татакаев формулирует это как отказ вообще от наград иностранных государств, пока он остается президентом суверенного Казахстана, чтобы тем самым не налагать на себя никаких моральных и эстетических обязательств перед теми или иными внешними игроками. Но фактически это означает, что Россия и в своем собственном пространстве евразийского экономического сообщества, так называемого, остается в полном одиночестве, что является, условно, бессознательной целью Путина остаться одному, потому что с молодых ногтей со времен питерских дворов и Баскового переулка, где он жил, для него самая главная проблема – это физическая безопасность. А физическая безопасность, в первую очередь, гарантируется пустотой вокруг тебя, некоторым личным пространством, в которое никто не проникает. Отсюда и этот 10-метровый стол, за которым он встречается, с неприятными ему людьми или со своими подчиненными, с которыми он не может находиться на равных, на одной доске. Поэтому остаться одному – это, в конечном счете, оказаться в полной безопасности. Поскольку полная безопасность – это смерть, как известно, когда ты умер, тебе уже ничего не угрожает в этом мире, по крайней мере. То вот эту линию Владимир Владимирович Путин последовательно и проводит, как бы это ни формулировалось формально на уровне тех или иных лозунгов. Относительно того, что и как сказал Касым Жемартакаев, насколько вы, как политтехнолог, считаете, что это был сильный ход заявить об этом в присутствии Путина, именно пользуясь такой международной площадкой, как Петербургский международный экономический форум, хотя вот этот статус международный, он уже условный. Петербургский международный форум, Петербургский экономический форум, безусловно, можно считать международным, потому что, как мы знаем, на нем присутствовали представители талибов, запрещенных в России, самопоразглашенных ДНР и ЛНР. И, конечно, ключевая звезда форума, вторая по значению после Путина, это Филипп Киркоров, известный артист, который звезда международного значения, поэтому где бы он ни появился, это событие можно считать международным. Но Касым Жамар Такаев уже оказал огромную услугу Владимиру Путину, что на этот форум приехал. Ведь никто больше из глав государства поехать не посчитал возможным. Поэтому уж в обмен он должен был иметь полную свободу высказывания, которой он и воспользовался. Ну а почему мы не увидели, допустим, Александра Лукашенко? Это, по сути, единственный политик международный, которого Путин настолько близко подпускает к себе и не садит за вот этот длинный стол, как это было с Макроном и Шольцем. Я думаю, потому что присутствие Касым Жамар Такаева было важнее, а казахский президент не захотел находиться в одном пространстве с господином Лукашенко, ибо последний уже слишком одиозен и маргинален одновременно в современном политическом мире. Хорошо, идем дальше. Они могут помогать с оружием и заверили, что не будут требовать от Киева уступок в Москве. Вот как вы оцениваете итоги этого визита? Во-первых, Европе надо было продемонстрировать солидарность с Украиной в ситуации, когда эта солидарность на самом деле является условной в достаточном мире, то есть она не тотальна. Поскольку часть Европы поддерживает членство Украины в Евросоюзе, часть нет. Старая континентальная Европа, в первую очередь Франция и Германия, считают, что необходимо как можно быстрее заморозить боевые действия, в том числе ценой фактической уступки 25% украинской территории, то есть если заключить перемирие в том случае, если сухопутный коридор в Крым будет полностью оккупирован российскими войсками, и фактически на этой земле будут проводиться мероприятия по аннексии, по переводу ее под российскую юрисдикцию, возможно, уже в сентябре пройдут референдумы в Херсонской и Запорожской областях. Несмотря на это, Франция и Германия склонны полагать, что прекращение огня на этих условиях приемлемо, не только приемлемо, но и приоритетно, что войну нужно прекращать любой ценой, в том числе и такой. Аргументируя это тем, что если войну не прекратить, то разрушительные последствия для Украины и для Европы в каткосрочной и среднесрочной перспективах окажутся гораздо больше. Так что фактическая утрата 25% это необходимая жерква. Станислав Александрович, очень интересно отреагировал на приезд этого политического квартета Дмитрий Медведев. Он назвал лидеров Германии, Франции, Италии ценителями лягушек, ливера и макароны, заявил, что их визит не приближает Украину к миру. Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев, пользы ноль, снова пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули водки и поездом, как сто лет назад, домой и все в порядке. Только к миру это Украину никак не приближает, а часики и этикет. Интересно, где же учился Медведев такому дипломатическому этикету? Дмитрий Анатольевич Медведев в принципе не является дипломатом и не обязан прибегать к дипломатическому языку. Но сейчас он должен показать, что он больше ястреб, чем сам Путин. Это в известной степени гиперкомпенсация за тот образ голубя мира, в котором он пребывал на посту президента Российской Федерации, из-за чего поста президента и лишился. Потому что Владимир Путин решил вернуться в Кремль в 2011 году на фоне поведения Дмитрия Медведева как российского лидера во время арабской весны, посчитав, что Дмитрий Медведев, собственно, близок к репертуару Михаила Горбачева. И из желания понравиться Западу может сдать определенные российские интересы, в том числе жизненно важные. Поэтому теперь, естественно, господин Медведев должен доказывать боссу, что большего бар босса, чем он сам, не существует в этой команде. Видимо, кроме того, он очень обижен на окружающий мир, поскольку кто только не вытира него ноги после так называемой рокировки 24 сентября 2011 года, когда к удовольствию одних и крайнему изумлению других, Медведев согласился не баллотироваться на второй срок, а стать номинальным премьер-министром при безраздельном правителе и властителе Владимире Путине. Много было сообщений с хэштегом «жалкий». В общем, он потерял свои позиции в аппарате. Поэтому все это неприятие непосредственно окружающего его мира он изливает на Запад, на Украину и всех тех, кто сегодня объявлен врагом России. Сейчас Дмитрия Медведева называют штатным пропагандистом Путина, исходя из того, что он пишет у себя в своем телеграм-канале. По сути, это так и есть. Разумеется, потому что вообще многие официальные российские лица являются ничем иным сегодня, как теневыми пресс-секретарями российского президента. Например, вчера Валентин Иванович Матвиенко долго рассуждал о том, что Украина не соответствует никак критериям Евросоюза, и поэтому предоставление ей статуса кандидата в ЕС абсурд. В ответ на это возникает резонный вопрос. Простите, если Евросоюз, как вы утверждаете, дорогой Кремль, коллективный Кремль, утратил суверенитет и вообще является какой-то помойкой, то какова вам разница, кто кандидат в член Евросоюза, кто член? Почему у вас интересна? Помните анекдот, Рабинович, вы член партии, нет, я ее мозг. Кто мозг Евросоюза, тем более по кремлевской версии этот мозг уже отключен. Не все ли вам равно, кто кому соответствует? Нет, не все равно, потому что фактически это цитата из бессмертного советского фильма бриллиантовая рука, я не знаю, будет ли он сейчас запрещен в Украине, но пока нет. Я его процитирую. На его месте должен был быть я, там говорит герой. Да, напьешься будешь. Так вот, это Россия говорит, нет, это меня же надо было прижать к любящей груди. Владимир Путин говорит, я, я друг Европы, должен был быть, а вместо этого Европа полюбила Украину, а меня забросили. И вот эта обида невероятная, сравнимая с чувством Каина к Авелю. Собственно, Каин и должен убить Авеля, потому что отец, Господь Бог, оказался благосклонным к другому прапу, более чем к Каину. Вот это важнейшая составная часть психологии нынешней правящей российской элиты. Если же, Станислав Александрович, говорить также о определенных договоренностях, которые могли достигнуть лидеры четырех стран с руководителем Украины, президентом Украины Владимиром Зеленским. Кстати, вот интересная публикация появилась в Deutsche Welle, в ней говорится о том, что за закрытыми дверями стороны призывали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным. И, по сути, это та цена, которую Зеленский должен заплатить за евросоюзовское кандидатство. Как вы относитесь к такому мнению? Собственно, Эммануэль Макрон и Луф Шольц этого и не скрывают. Об этом можно стоить не только по публикации Девельса, ссылке на анонимные источники, но и на непосредственные реплики высказываний лидеров стран Евросоюза. Позиция старой Европы именно такова, как я уже сказал, что войну надо прекращать как можно быстрее, если для этого нужно признать фактически неформальный, конечно, контроль России на примерно 25% украинской территории, то на это надо пойти. То есть, например, в июле где-нибудь согласиться на предлагаемой России, на перемирие, которое Россия тогда предложит, поскольку у нее исчерпаны ресурсы для дальнейшего наступления, она будет переходить от атаки к обороне, к защите оккупированных территорий. И вот в этот момент нужно прекратить огонь и зафиксировать ситуацию в таком виде, отказавшись от контрнаступления вооруженных сил Украины не только на Донбассе и Луганщине, но и в Херсонской и Запорожской областях. Вот такой компромисс существует в головах лидера Франции и Германии и Италии. Я думаю, да, что это обсуждалось на встрече с Владимиром Зеленским. На сегодняшний день эта позиция определяется Украиной как полностью неприемлемая, поэтому будет ли здесь найден компромисс, мне неясно. В этой связи руководитель украинской переговорной делегации, народный депутат Давид Арахами заявил о том, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией с позицией силы в конце августа после ряда контратак в некоторых местах. То есть, по сути, это уже такие отголоски приезда вот этого политического партета, насколько я понимаю. Да, разумеется, это фактический ответ, который не хочет формулировать сам Владимир Зеленский, поскольку, естественно, он должен балансировать между разными центрами силы, между разными партнерами Украины, и ни с кем он не может себе позволить поссориться и поругаться в открытую, поэтому такие точки зрения излагают его соратники. Например, господин Арестович говорил на днях, что Запад не заинтересован в победе Украины, а заинтересован только в ограничении амбиции России, поэтому, собственно, и происходят такие задержки с поставками вооружения, то есть, тем самым, фактически Запад ведет двойную игру, действует с двойным тройным дном, и его поддержка неочевидна. Теперь господин Архамий говорит, что никакого перемирия с фиксацией сухопутного коридора в Крым быть не может, будет контрнаступление. Да, да, все это ответ, который, тем не менее, поскольку он не формулирует с устами Зеленского, позволяет официальному Киеву брифовать между различными крайними позициями. В своих предыдущих интервью вы говорили, что действительно за спиной Украины все же происходят какие-то переговоры, уже существуют какие-то договоренности, вот о каких, ну, скажем так, договорняках идет речь? Какого-то системной договоренности Запада с Россией сейчас быть не может, поскольку евроатлантический мир полностью утратил доверие к Владимиру Путину и Кремлю. Никакого пакта с Кремлем уже не будет. Тем не менее, на Западе есть несколько фракций в элитах. Одна из фракций считает, что нужно поддерживать Украину всячески и продолжать войну, действительно, помогая Украине победить, поскольку это является важным системным результатом, так или иначе. Другая же фракция считает, что войну надо как можно быстрее остановить. И для того, чтобы Путин не претендовал на Одессу и Николаев с одной стороны, и на поглощение всей Украины с другой, не имел соблазна применить оружие массового уничтожения и так далее, надо смириться с неким статус-клопом, состоянием на середину июля, о чем говорил, в частности, де-факто один из ключевых агентов кремлевского влияния на Западе, Хенри Киссинджер, лауреат Нобелевской премии мира на Давосском форуме в минувшем месяце. И поэтому новая Европа и отчасти США придерживаются более жесткой позиции, но старая Европа более мягкой. И это не означает пакта с Путиным. Нет, конечно, это означает некий компромисс за счет Украины, за счет части ее территории, безусловно, потому что сегодня старая Европа не готова полностью к разрыву связи с Россией. Она, во-первых, зависима от России по-прежнему в энергетической сфере. До 2025 года будет сохраняться нефтяная зависимость, а до 2027 газовая. И до этого Германия и Франция не готовы к радикальному разрыву с Владимиром Путиным. Ну и Европа не чувствует себя в безопасности, поскольку если Путин отважится на какие-то военные авантюры, уже даже на территории НАТО, то сегодня ощущение, что европейские вооруженные силы ключевых европейских стран смогут этому эффективно противостоять, нет. И Германия, в частности, отражает общую позицию, говоря о том, что нужно вложить несколько сот миллиардов евро в качественно новые вооруженные силы в ближайшие годы, и общеевропейские, и отдельно германские, например, Бундесвер. И тогда уже можно будет переходить к более жесткому формату диалога с Россией. Но моментально и стремительно разругаться с Путиным в Дрыске не получится по объективным причинам. Вот отсюда, собственно, и тяготение к компромиссу относительно 25% украинской территории. В этой связи очень показательные слова президента Франции Эммануэля Макрона. Он заявил, что из-за опасений втягивания в войну с Россией страны Запада договорились не предоставлять Украине определенные виды оружия. Мс. Макрон сказал следующее. Мы помогаем Украине обороняться, но мы не вступаем в войну с Россией, потому что уже принято решение относительно определенного вооружения, в частности, штурмовые самолеты или танки, было договорено не поставлять. И президент Зеленский в курсе этой договоренности. И тут в этой же концепции, которую продолжает толкать французский президент, многие думают над тем вопросом. Хорошо, Запад попросту страхуется и не желает военной победы Украины и не хочет военного поражения Российской Федерации. То есть какую конечную цель он преследует? Запад, конечно, хотел бы военного поражения Российской Федерации. Другое дело, что значительная часть западных элит не считает это реалистичным. Она не считает, что при нынешних ресурсах и без прямого вступления сил НАТО, а что такое силы НАТО, это армия вооруженной силы США и ничего больше. Ничего существенного к этому Европа на сегодняшний день добавить не может. Без прямого вовлечения США в войну с Российской Федерацией добиться победы невозможно, а издержки такой войны будут недопустимо высокими. Поэтому хочется поражения России, но не может с точки зрения Запада. Оно не может быть достигнуто при нормальном уровне рисков и затрат на этот процесс. Поэтому скорее речь идет о сдерживании России, о том, что изнурить ее нынешнюю войну, и заставить остановиться по ряду направлений, а главное не провоцировать Путина на откровенно неконвенциональные действия, типа, например, применения тактического ядерного оружия. Вот такова позиция. Что силы Запада недостаточно, чтобы разгромить Россию, а поэтому так и не надо ставить задачу. Хорошо, тогда, как мы можем говорить тогда о военном поражении Российской Федерации, если же по словам заместителя обороны, министра обороны Украины Анны Майер, около 10% вооружений, запрошенных для противодействия армии России, западные партнеры передали Украине. Всего лишь 10% от того, что мы просили. В принципе, западные партнеры тянут резину, в том числе, чтобы подтолкнуть Украину к некому перемирию в июле. Мне представляется так. Притом, на не 10%, на мой взгляд, несколько больше. По данным, которые официально опубликованы на этой неделе, Украина получила 50% танков, четверть, 25% гаубиц, и примерно шестую часть обещанных ракетных систем залпового огня, вот особенно по этой позиции, здесь Запад должен резко наращивать свои поставки. Но, разумеется, значительная часть западных элит по-прежнему считает, что радикальному финальному конфликту Кормагеддона с Владимиром Путиным ресурсов недостаточно, и поэтому так или иначе надо лагировать. А одно из важнейших предметов лагирования условий – это согласие Украины на перемирие при фиксации фактического положения дела на фронтах, под состоянием, например, на 15 июля, что, соответственно, противоречит концепции контрнаступления вооруженных сил Украины с освобождением части занятых территорий, как минимум в Херсонской и Запорожской областях, с целью разблокирования реки Днепр, что тоже является объективностью для Украины важнейшей военной и политической задачей. Вот любопытную информацию опубликовало агентство Reuters. США приостановили продажу Украине четырех ударных дронов «Грей Игл» из-за опасения, что его сложное оборудование для наблюдения может попасть в руки России. Отмечается, что возражения относительно продажи были выдвинуты во время более глубокой проверки управлением безопасности оборонных технологий Пентагона, которому и поручена защита высокоценных технологий от врага. В частности, Штаты опасаются, что радары и оборудование для наблюдения на этих дронах могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России. Но это уже не первый такой случай, когда заявляют о том, что мы будем предоставлять такое вооружение, а потом сдают назад и находят разные причины, чтобы не предоставлять... Да, поскольку Рабинович, по анекдоту, Рабинович колебался вместе с линией партии. То есть вел себя неуклонно, колебался вместе с линией. У Запада постоянно разные рефлексии на тему, насколько можно сдержать Путина и заставить его идти на тактические компромиссы. Еще раз подчеркну, что ни о ком-стратегическом компромиссе с Путиным, на Западе, естественно, речи уже не идет. Путин является, безусловно, изгоем. Но тактические компромиссы считаются необходимыми, именно потому что недостаточно ресурсов для того, чтобы принудить Путина к выполнению некоторых условий в режиме реального времени и в кратчайшей исторической перспективе. Кроме того, сейчас США вообще озабочены тем, что в условиях санкций Россия получит много западных, вообще американских в особенности технологий путем промышленного шпионажа. Эта полемика сейчас очень сильно развертывается, и вдруг уже выяснилось неожиданно, что с 2014 года, когда введение технологических санкций началось, Россия уже каким-то образом получила, в том числе и для своего военно-промышленного комплекса, некоторые технологии, которые американцы совершенно не собираются ей передавать. Идет сейчас большое расследование, как же это произошло. Идет оно в Соединенных Штатах, разумеется. Вот, собственно, и поэтому США опасаются, что новейшее оборудование для дронов окажется в России, может быть, там воспроизведено. Поэтому сейчас разговор идет о том, чтобы выдать несколько более устаревшие модели этих уже беспилотников, если я правильно понимаю. Может быть, это и случится. Но в любом случае Запад делает все, чтобы растянуть во времени процесс и побудить Украину таки пойти на компромисс, сегодня считающийся в Киеве неприемлемым. Но тем временем украинские военнослужащие, они демонстрируют то, что эффективно используют ту международную военную помощь, которую предоставляют нам наши союзники. В Пентагоне уже подтвердили, что военно-морские силы Украины потопили ракетой «Гарпун» буксир Черноморского флота России Василий Бех, который вез на остров Зминой российских военных боеприпасы, оружие. Но в этот момент, может быть, эта ситуация показательна, что Украина, она может защитить себя в море. Разумеется, и вообще сама поставка этих систем «Гарпун» безусловно важна с точки зрения обороны Одессы и Николаева, потому что сам план захватить Николаев и Одессу и отрезать Украину от моря никуда не делся. Да, сейчас в России недостаточно ресурсов для его реализации, и Владимир Путин готов сконцентрироваться на обороне сухопутного коридора в Крым, оставив пока Одессу и Николаев в покое, хотя, собственно, атака на Кинпурскую косу и от Чаков говорит о том, что и сейчас продолжаются вполне активные военные приготовления к экспансии на этом направлении и к дальнейшему продавливанию сухопутного коридора уже на Приднестровье. Сегодня, кстати, в Кишиневе проходит совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии, который может актуализировать интерес к так называемому плану Белковского-Бесеску. Вы ничего не перепутали, в первой части этого плана моя фамилия, она идет даже раньше, чем фамилия бывшего президента Румынии Трояна Бесеску, но это чисто по алфавиту, а не в соответствии с нашим политическим весом, который в 2004 году еще был сформулирован в виде того, что Приднестровье могло... То есть основная идея этого плана, что Приднестровская Молдавская республика может получить право официальное, признаваемое всеми на самоопределение в случае объединения Румынии и Молдовы. Естественно, Россию такой сценарий мало устраивает, она должна торопиться с тем, чтобы Приднестровье как-то вовлечь в этот конфликт мытьем или катанием, чтобы не дать возможности Приднестровской Молдавской республике занять нелояльную для России позицию, что гораздо более вероятно, чем 15-20 лет назад, потому что на сегодняшний день более 80% жителей Приднестровья граждане Молдовы, что дает нам возможность работать в Евросоюзе и совершать безвизовые поездки туда и сестры обменять. То есть для них паспорт Молдовы сейчас гораздо важнее, чем российский, поэтому о их относительных лояльности России в обозримой исторической перспективе есть известные сомнения. Поэтому, так или иначе, Путин будет добиваться реализации своих планов фактически полного изничтожения украинской государственности в иночном виде и формате. И если даже он сейчас пойдет, ну, собственно, вчера на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин прямо в открытую сказал, что он считает легитимной экономической территории Украины четыре нынешних региона. Киев, Киевскую область, Житомир и Чернигов. Все остальное он собирается или забрать себе, или, в крайнем случае, отдать Польше с Румынией. Это на полном серьезе утверждается. То есть при всей фантасмагоричности этих высказываний, они отражают то, что Путин думает на самом деле. Далеко не все этот намек поняли. Да. И причем его устраивает даже раздел Украины с Польшей и Румынией, поскольку тем самым в его понимании страны Евросоюза легитимируют российские претензии на значительную, если не большую часть украинской территории. Главное, чтобы самой Украины не существовало, как некого редута между Россией и Западом. Поэтому Путин и дальше будет идти путем реализации этого плана, воплощения этих амбиций. И если будет заключено перемирие в июле, то, значит, через несколько месяцев возобновится война уже за Одессу и Николаем. И за сухопутный коридор на Приднестровье. Она никуда не денется и не остановится. Когда вообще сегодня говорят, что, может быть, лучше было выполнить Минские соглашения, и это позволило избежать войны, это, конечно, преступная наивность. Минские соглашения нисколько не отменили бы войну. Они просто дали бы возможность России начать ее несколькими месяцами позже на гораздо более выгодных для себя условиях. Просто-напросто отсрочка. Ну, причем отсрочить, и дав России существенные козыри в этой войне, которых сегодня у нее нет. Станислав Александрович, еще одно такое важное событие международное произошло. На следующий день после визита политического квартета в Киев, во второй раз уже после начала войны, приехал премьер Британии Борис Джонсон. То, что мы знаем из публичного информационного пространства, стороны объявили, что поставку тяжелого оружия и систем ПВО, тут будут достигнуты определенные договоренности, экономическую поддержку пообещали Украине, усиление санкционного давления на Россию и также гарантии безопасности. Это то, что Зеленский и Джонсон обсуждали. Но самое интересное, это то, что британский премьер предложил Зеленскому начать масштабную учебную программу для вооруженных сил Украины. По словам премьера, каждые 120 дней обучения смогут проходить 10 тысяч украинских военнослужащих. И тут складывается впечатление, что вот только Великобритания, она каким-то образом заинтересована военной победе Украины. Отчасти это так, потому что Борис Джонсон борется на нескольких фронтах, из которых украинский фронт против России, пожалуй, по значимости для него третий, как это ни странно звучало бы. Первый и важнейший фронт находится, собственно, на острове, в Соединенном Королевстве. Это фронт его борьбы с его оппонентами, которые хотели только что его сместить в очередной раз из-за тех самых ковидных вечеринок, которые проводились в его резиденции на Даулинг-стрит, вопреки карантинным ограничениям в период ковида, эпидемии COVID-19. Он уцелел во многом благодаря Украине и Вадиму Александровичу Зеленскому, поэтому мне кажется, что как бы ни завершилась политическая карьера господина Зеленского, памятника у британского парламента или, как минимум, у собственного дома Бориса Джонсона он точно заслуживает. Потому что это первый прецедент, когда украинский лидер решил судьбу лидера британского. Хотя у Зеленского и Джонсона, кстати, немало общего, потому что Борис Джонсон изначально считал своей ролевой моделью в политику истины Черчилля, а Владимир Зеленский им де-факто стал, хотя, может быть, он об этом и не думал, но де-факто стал Черчиллем наших времен и Черчиллем эпохи Джокера в нынешнем 2022 году с началом легендарной спецоперации Z. Второй фронт борьбы Бориса Джонсона – это против континентальной Европы, Евросоюза, потому что после Брексита ему очень важно подчеркнуть самость Великобритании, ее отдельную особую роль в международной политике, ее способность формировать альянсы, альтернативные Евросоюзу. Поэтому, руководствуясь, собственно, своими приоритетными интересами на фронтах А и Б, только что мной обозначенных, он, конечно, является самым активным сторонником Украины в противостоянии с Россией, поскольку активная позиция Джонсона дает ему выигрышные позиции в своей собственной внутренней политике и в конкуренции нынешней Великобритании с континентальной Европой. Если Украина действительно стремится стать членом Европейского Союза и вот этот статус кандидата тому свидетельство, то появлялась информация, кстати, о том, что Борис Джонсон во время своего предыдущего визита в Украину, предлагал якобы Владимиру Зеленскому присоединиться к новому политическому альянсу, который еще не сформирован, но, возможно, будет сформирован в самое ближайшее время. Британия, Украина, Польша, страны Прибалтики, чуть позже Турция может присоединиться. Видите ли вы здесь какую-то перспективу в этом союзе, какие есть перспективы для Украины и что необходимо делать на международной геополитической карте? Стремиться стать членами Европейского Союза и не отказываться от стремления присоединиться к, возможно, новому какому-то формату международной кооперации? Я думаю, что, безусловно, Украина должна и дальше идти путем европейской интеграции, то есть альянс с континентальной Европой, при том, что реальное вступление в Евросоюз – это вопрос там в ближайших 10-15 лет не меньше, поэтому не нужно обольщаться. Любые альтернативные конструкции, которые предлагает Борис Джонсон, могут быть интересны, если они обретут плоть и кровь в ближайшие годы. Пока мы этого не видим. Ясно, что за этим стоят большие амбиции, но будут ли они реализованы – неясно. И Украина не должна становиться полной заложницей этих амбиций. А кроме того, для Украины все-таки максимально актуализируется израильский опыт, израильская концепция бытия в мировой политике, когда можно, конечно, дружить с кем угодно, но полагаться при решении ключевых вопросов, в том числе и внутренних, надо только на себя. Израиль, как мы знаем, не входит ни в один альянс, потому что он не готов поступиться никакой частью своего суверенитета, в том числе в вопросах безопасности, ни с каким международным объединением. И несмотря на всю дружбу с США и неоднозначные весьма отношения с Евросоюзом, Израиль знает, что он не зыблем, пока внутри него самого находятся достаточные ресурсы для нейтрализации любых угроз, как военных, так и невоенных. И волен с ноленц, видимо, Украине придется пойти путем осознания этой доктрины, потому что даже сейчас мы видим, что полностью полагаясь на союзников, Украина вынуждена будет пойти на невыгодные перемирия. Хочет ли она этого, неизвестно. Знак вопроса. Тем временем президент США Джозеф Байден призвал госсекретаря Антони Блинкина и главу Пентагона Ллойда Остина смягчить риторику поддержки Украины. Об этом сообщил 16 июня канал NBC News. Остин во время апрельской поездки, мы это помним, в Киеве публично заявил, что администрация хочет, чтобы украинцы выиграли войну против России, а не просто защищались и оборонялись. Также он отметил, что Штаты надеются ослабить Россию настолько, насколько это возможно, чтобы она не смогла повторить свое вторжение. Блинкин, как мы помним, также присоединился к этим словам Остина. Однако, по словам источников, Байден считает, что Остин и Блинкин зашли слишком далеко. И Байден выразил обеспокоенность тем, что комментарии могут породить нереалистичное ожидание увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Насколько такой действительно разговор и месседж Байдена мог действительно быть адресован и Блинкину, и Остин, учитывая также определенно тот факт, что у Байдена связаны руки, и он сильно зависим от результатов будущих промежуточных выборов, которые состоятся. Ситуация перед промежуточным выбором в Конгресс, который намечен на ноябрь, у Джозефа Байдена весьма неоднозначный и неочевидный. Рейтинг его крайне низок. Он менее 40%. Байден является самым непопулярным президентом первого срока за долгие десятилетия. И как минимум для того, чтобы как-то преуспеть на этих выборах, хотя уже очевидно, что республиканская партия отвоюет большинство хотя бы в одной из палат американского Конгресса, Байдену нужно добиться снижения цен на нефть до 90-95 долларов за баррель, потому что иначе не удастся, иначе нынешние сверхвысокие цены на бензин в США приведут к существенному поражению демократов. Именно поэтому должен избегать избыточно-конфронтационные риторики в отношениях с Россией, чтобы не побуждать Россию к ответным радикальным шагам на нефтяном рынке. Здесь многое, конечно, будет зависеть от результатов переговоров США с Саудовской Аравией и возможного визита Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию через месяц, примерно в июле нынешнего года. Удастся ли убедить саудитов увеличить добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в день, как хотят Соединенные Штаты Америки, потому что взамен РИА требует существенных уступок и в первую очередь снятие любых претензий к наследному принцу и фактическому правителю королевства Мохаммеду бен Сальману, которого давно обвиняют, возможно, небезосновательно в причастности к убийству журналистов Джамала Хашоги в Стамбуле в 2018 году. И здесь Америка как-то должна закрыть глаза на вот этот казус Хашоги, что с точки зрения Байдена как поборника прав человека в национальном и глобальном масштабе тоже невыгодно. Поэтому здесь придется проскочить между струйками. Но пока Байден скован всеми этими условностями, да, он хочет, чтобы Россия не использовала по максимуму энергетическое оружие до выборов в Конгресс. Это понимает, естественно, Путин и Кремль. Поэтому они тонко-тонко шантажируют США своим неконвенциональным поведением в этой группе вопросов. Если же затронуть так тезис на вопрос, который связанный с электоральными настроениями в Соединенных Штатах Америки, Джузеф Байден уже был объявлен о том, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, идти на второй срок. В 2024 году, если память не изменять, ему будет 82 года. Дональд Трамп в самое ближайшее время также может объявить о том, что вступает в эту избирательную гонку и будет стремиться вернуться в Белый дом. И также ряд аналитиков пишет о том, что в 2024 году принять участие в выборах может и Илон Маск. Вот на ваш взгляд, как будет складываться ситуация в Америке? Сообщение о том, что Джузеф Байден будет баллотироваться на второй срок, призвано в первую очередь подчеркнуть, что он в нормальной физической интеллектуальной форме, в чем постоянно возникают сомнения из-за разных курьезных казусов в ходе его публичных выступлений. То есть неясно будет ли он баллотироваться. Просто это надо все время подчеркивать, чтобы показать, что Байден в полной форме и боевой готовности. И поэтому не нужно уделять слишком большого внимания его оговоркам или попыткам пожать руку пустоте, что недавно случилось. Дональд Трамп, естественно, он сейчас на коне, на восходящей волне. Но я думаю, что глубинное государство, то самое американское Deep State, которое сделало немало для поражения Дональда Трампа в предыдущем электоральном цикле, на выборы все же его не пустят. И в том числе уголовные дела по попытке по захвату Капитолия 6 января 2021 года здесь будут использованы как инструмент ограничения политических амбиций 45-го президента. Ну а Илон Маск в прямом смысле баллотироваться на пост президента США не может, поскольку он рожден в ЮАР. И это по Конституции не дает ему возможности баллотироваться на высший государственный пост. Но неформально... Это шмагеровская история. Да, но хотя еще возможно Илон Маск будет пытаться добиться определенной трактовки этого тезиса в Верховном суде, добиться решения Верховного суда о том, что он все-таки может баллотироваться. Но пока прогнозировать результат этого процесса как минимум рано. Но так или иначе Илон Маск уже прекрасно понимает, что он как воплощение основных глобальных трендов новой эпохи. В частности как представитель той системы сетевых структур, которая в новой глобальной политической реальности становится важнее иерархических, то есть традиционного государства, он уже ключевая политическая фигура Америки, независимо от своего формального статуса. И он приобретает твиттер, безусловно, чтобы укрепить себя в этой политической роли. Поэтому как бы неформальным президентом Америки Илон Маск вполне может стать, что естественно уже порождает ожесточенные сопротивления со стороны иерархических структур, то есть того самого государства Джозефа Байдена, который все более критически отзывается об Илоне Маске и ограничивает участие американского государства в совместных проектах с корпорацией SpaceX. Очень жарким будет 24-й год в Соединенных Штатах Америки. Давайте также поговорим о политических процессах в самой России. Вы говорите, что настроение в бункере Путина можно сравнить с Берлином 45-го. На ваш взгляд, при какой обстановке или обстоятельствах повелитель бункера последует примеру Гитлера и премица Анистыкали? Я это говорил относительно высказываний определенных людей. Например, Дмитрий Олегович Рогозин, глава Роскосмоса, у которого зафиксированы истерические такие высказывания на тему, что вот сейчас там прибудет какое-то чудо-оружие, которое решит все проблемы. В этом смысле. Я не могу сказать, что у Владимира Путина такие настроения. У него они, как раз, вполне оптимистичные. Он считает, что он побеждает. Да, ему не удался блицкрик против Украины. Он не смог взять Киев за 72 часа, как хотел. Но это не важно. Он считает, что в целом он дожмет и пережмет. У него есть запас критических ресурсов, важнейшими из которых является время, ибо оно над ним не каплит, у него нет демократических выборов, ему некуда торопиться и не надо отчитываться перед избирателями. И терпение российского народа, который еще долго будет считать, что ничего плохого не происходит, и война для России скорее благоприятна, скорее благо, чем катастрофа. Это понимание придет, но значительно-значительно позже. И Путин, безусловно, считает, что за счет экономических издержек евроатлантического мира ему удастся добиться успеха, в том числе в виде смягчения западной позиции по санкциям. Ну что вот из-за подорожания резкого продовольствия энергоносителей Европа так или иначе пойдет на компромисс в ряде важных для него вопросов, пусть не сейчас, но чуть позже, в 2023 году и так далее, а куда, собственно, торопиться. Но уже поэтому он цены стыкали принимать не собирается, а кроме того, что у него вообще нет. То есть, чтобы не произошло, он не готов признать себя побежденным. Он все равно объявит себя победителем, а раз он победитель, то зачем и цены стыкали? А насколько сейчас актуален вопрос, который связан с транзитом власти? Абсолютно не актуален. То есть он носит чисто схоластический характер. То есть я то, что Путин в ближайшие годы остается президентом, что уйдет он, скорее всего, по естественным причинам, когда неизвестно. В этом смысле все спекуляции на тему его здоровья тоже непроцитивны, потому что мы не можем точно знать об этом. И тот человек, который выступал вчера на Петербургском международном экономическом форуме, хотя избивался несколько раз и не выглядел блестяще, но также он и не выглядит, как старик, разваливающийся на ходу. Поэтому пока об этом рано судить. И скорее, как правильно заметил один, кажется, американский или британский профессор в интервью СНН, Путин скорее ипохондрик. То есть, скорее, он подозревает у себя наличие многих страшных заболеваний, чем действительно страдает ими. И, естественно, с точки зрения психосоматики это для него очень вредно. Поэтому его внешний вид его очень зависит от того, в каком настроении он сейчас пребывает. Если у него победоносное настроение, он выглядит полностью здоровым. Если оно у него несколько упадническое, как, например, время Парада Победы 9 мая в этом году, то действительно выглядит больным. Насколько это соответствует его соматическому состоянию, не вполне ясно. Так или иначе, если, когда Путин уйдет по естественным причинам, ему на смену придет коллегиальный преемник. Как, собственно, сформируется некая коллективная власть, как после смерти Иосифа Сталина. И эта коллективная власть, состоящая, безусловно, из ближайших соратников Путина, во главе с нынешним премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который, собственно, является официальным наследником просто по должности, а не по какой-то другой причине, она будет идти на компромисс с Западом, да, она будет выводить Россию из самоизоляции, что будет долгим и мучительным процессом, а вовсе не каким-то одномоментным актом, поскольку доверие между нынешними российскими элитами и Западом разрушено в хлам. 15 июня секретарь Совета Безопасности России Патрушев заявил, что российское руководство заинтересовано в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее, но тут необходимо напомнить, что 24 мая Патрушев говорил, что мы не гонимся за сроками реализации спецоперации, нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме. 15 июня, 24 мая, и вот такая колоссальная разница, по сути, в тех заявлениях, которые... Скорее, чем фактическая, поскольку под достижением политических договоренностей с Украиной Николай Патрушев и стоящий за ним Владимир Путин понимают безоговорочную капитуляцию Украины, а не действительно какой-то взаимовыгодный пакт или возвращение на позиции 23 февраля нынешнего года. Также хотел с вами обсудить и позицию Китая в этой войне, потому что на этой же неделе, да, если память не изменяет, состоялись и телефонные переговоры Сен Цзиньпиня и Путина, вот, исходя из той публичной информации, которая есть, каковы итоги телефонного разговора Путина и Сен Цзиньпиня? Очень примечательно, что эти итоги по-разному трактовались российской и китайской сторонами. Если российская сторона заявила, что Китай полностью поддерживает Российскую Федерацию в сегодняшних событиях и в кризисе, но в украинском кризисе, то Китай избегал таких формировок и говорил о том, что китайцы оставивают собственную позицию в первую очередь. И для них важно, что Китай всегда во всех вопросах играет независимую роль, остается независимой силой. Независимой силой, значит, дистанцируется от сторон конфликта, что мы и видим. Потому что, да, на риторическом уровне Пекин всячески осуждает США и возлагает на них вину за нынешний кризис. И скорее как бы похлопывает Россию по плечу, говоря об исчерпанности доктрины однополярного мира и необходимости перехода к многополярности. Но фактически мы видим, что Китай де-факто следует американским санкциям, опасаясь вторичных санкций США. Что китайские банки отказывают сотрудничать с российскими, попавшими под санкции. Что китайские энергетические компании сворачивают проекты в России. Что китайские технологические компании эвакуируются, в частности, в Куаве и Леново. И, наконец, даже поставки китайских беспилотников в Россию прекращены. А сегодня для России это чувствительный момент. Ибо в российских войсках наблюдается большой дефицит беспилотных летательных аппаратов. То есть на деле Китай, в общем, и дистанцируется от России. И это важнее, чем формальные риторические пассы. Но вот в государственном департаменте США говорят противоположное. Нед Прайс, это представитель Госдепа, сказал о том, что несмотря на то, что мы слышим от Китая, его позиции относительно такого мнимого нейтралитета, Китай сделал свой выбор. И этот выбор в пользу России. Это запугивание. То есть Соединенные Штаты всячески подчеркивают, что любое практическое сближение Китая с Россией так или иначе придет к вторичным санкциям, которых Пекин всячески хочет избежать. И особенно Соединенные Штаты озабочены, возможно, военным сотрудничеством, которого, по данным их же разведки, сейчас нет. Хотя я думаю, что Россия была бы не очень... Страхуются, скажем так. Да, да, это, так сказать, обжирочное лаке дует на воду. Конечно, надо предупредить Китай, что любое углубленное сотрудничество России в эти дни будет однозначно трактоваться против Пекина. Что те форматы союзничества, которые Китай мог позволить с Россией в прежние годы и к которым Америка относилась толерантно, больше лояльно восприниматься не будут. И в завершении нашего с вами эфира глава международной расследовательской группы Беллинкет Христо Грозев заявил, что Штаты были прекрасно осведомлены о планах президента России Путина напасть на Украину, тогда как даже 90% людей из окружения его и силовых структур не знали об этом ничего. Вашингтон был предупрежден о скором нападении. Как этого можно добиться? Только если есть крот на самом высоком уровне. Это, по словам Грозева, должен быть человек выше цепочки министра иностранных дел Сергея Лаврова. Грозев абсолютно убежден, что Лавров не знал, что война начнется, а вот в военной тусовке об этом знали примерно 20 людей. И Грозев предполагает, что этим кротом мог бы быть повар Путина и хозяин Вагнера Евгений Пригожин. Что вы об этом думаете? Я не знаю, на каких основаниях сформулированы эти подозрения в отношении Евгения Пригожина. Другие группы влияния считают, что этим кротом мог бы быть чуть ли не Николай Патрушев. Поскольку в окружении... Я не верю ни в первое, ни во второе. Я считаю, что это все отражение аппаратной борьбы в окружении Владимира Путина, который сейчас обостряется. И в связи с сокращением кормовой базы российских элит. И в связи с тем, что, например, посольство России в Вашингтоне неожиданно допустило странную оговорку по Фрейду на днях. А публиковал буквально истерический пресс-релиз о том, что на Западе идут разговоры о создании Ньюнбергского трибунала по итогам спецоперации «Зет». Так вот это не хорошая затея, а очень плохая. Честно говоря, я не слышал ничего, кроме как из этого пресс-релиза российского посольства о каких-то ответственных проектах трибунала по спецоперации «Зет». Но так или иначе это означает, что российские элиты очень опасаются ответственности за случившееся, от которой Путин их не сможет защитить в обозримой перспективе, в обозримом будущем. И пытаются перевалить все с больной головы на здоровье, назначив ответственных как за спецоперацию, так и за ее слив. То есть решить свои аппаратные проблемы, проблемы борьбы за влияние на террельные ресурсы решения Кремля в нынешней ситуации, используя специфику нынешней ситуации. Этим кротом мог быть сам Владимир Путин, на самом деле. Потому что он хотел, таким образом, давить на Соединенные Штаты, чтобы оставить их пойти на превентивные уступки, позволявшие избежать войны. Вот такая версия, мне кажется, мне невероятна. Это очень интересная версия. Знаете, уже скоро будут писать заголовки о том, что Путин является агентом Кремля. Нет, не Кремля, а Госдепа. Госдепа, да, да. Конечно, конечно. Ну, во всяком случае, понимаете, я не думаю, что кто-то из людей близких Путину отважился бы на нечто подобное, прекрасно зная возможности мониторинга, контроля Путина в своем ближайшем окружении. Хотя пройдут годы, и мы все это узнаем. Я думаю, что здесь и средства технической разведки США важны. Потому что еще с момента перехода на сторону Кремля в 2013 году бывшего аналитика АНБ, Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, Россия получила немало информации о том, как велики технологические возможности американского шпионажа. И тогда Путин был удивлен, изумлен. То есть, безусловно, Америка может прослушивать все эти бункеры. У нее есть такие технические возможности. И Путин исходит из того, что она может о нем все узнать. Поэтому его решимость делать или не делать что-то на международной арене в военной сфере уже никак не ограничивается страхом об утечках. Ведь Америка довожила действительно всему миру план спецоперации «З». Остановил ли это Путин? Нет, это его не остановило. Поэтому я вполне допускаю, что он сам еще организовал некоторые утечки целью шантажа Вашингтона. И когда этот шантаж не сработал, он пошел своим путем, считая, что все равно Вашингтон не может и остановить реализацию его планов. А раз он не может его остановить, то неважно, насколько глубоко он их осведомлен. Я тут, Александр Ильич, вас поддержу. Я думаю, что через годы мы очень много чего интересного узнаем. И это действительно будет та правда, которая многих и шокирует. Вы понимаете, любые рассуждения о том, кто преемник Путина, когда Путин умрет, и кто Пригожин Патрушев или сам Путин слили информацию США, они абсолютно непродуктивны. Они никак не приближают нас к истинному пониманию того, куда движется вся эта история. Это попытка отвлечена от главного на второстепенное. Соблазн, чего весьма велик, потому что заниматься второстепенным это менее психологически травматично, чем смотреть в глаза нынешней очень травматической реальности. Ну что же, огромное вам спасибо за этот разговор, за этот эфир. Станислав Белковский, политолог, сегодня вместе с нами на Политэк. Огромное спасибо всем нашим зрителям и слушателям. Берегите себя и все будет Украина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok